Всероссийская акция «Шагающий автобус» прошагала и по Артему, а помогли в ее организации второклашки из 18-й школы. Школа номер 18 находится на достаточно большом расстоянии от автобусной остановки. В то же время многие ученики вынуждены пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до своего образовательного учреждения. Поэтому сотрудники ДПС ГИБДД города Артема решили, что именно этим маленьким участникам дорожного движения необходимо показать правильный и наиболее безопасный маршрут «Остановка школа». В стройной колонной школьники дошли до пешеходного перехода и пересекли эту наиболее опасную часть маршрута. Дополнительно старший инспектор ДПС ГИБДД Александр Ераксин рассказал детям, как следует вести себя в автобусе. Вы подходите в автобус, ищите свободные места. Находите свободные места, сидите на них, держитесь за поручни. Если свободных мест нет, вы стоите стоя, держитесь также за поручни. Хождение по автобусу запрещается. Ходить по автобусу можно в том случае, если это ваша остановка, и вы выходите. Так хождение по автобусу запрещается. Но не только маленьким участникам дорожного движения нужно напоминать о соблюдении правил. Взрослым также не помешает небольшая профилактика. Тем более вдвойне приятно, когда тебя останавливают не за нарушение, а для того, чтобы вручить вот такую брошюрку. Соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Частливо. Частливо. Частливо пути. Счастливо. Здравствуйте, гриб struggles. Как развиваетесь, соблюдайте правила дорожного движения и хорошего пути? Спасибо большое. До свидания. Здравствуйте, гипотокурге, зачем rendering. Здравствуйте. Соблюдайте, пожалуйста, правила дорожного движения. Спасибо. Хорошего пути. Спасибо большое. Ну а настоящий восторг у детей вызвала возможность остановить целый автобус. В игровой форме и непростая информация запоминается лучше. Так что обратно в школу дети уже теоретически могли дойти самостоятельно, ведь все правила выучили на зубок. Кирилл, рассказывай, как правильно переходить дорогу? Как правильно переходить на дорогу? Посмотреть по сторонам налево и направо. Затем надо убедиться, что если красный горит свет, значит нельзя переходить. А если желтый, приготовься, а если зеленый, иди в поход. А если светофора нету, значит надо опять посмотреть налево и направо. Потом, если машин нету, аккуратно переходить дорогу. Я сегодня узнала правила дорожного движения, то что нельзя в автобусе кричать, не шать водителю, еще надо уступать место, нельзя баловаться, трогать кого-то, потому что это неприлично. Мы напоминали детям, как необходимо добираться до учебно-образовательного заведения, безопасный маршрут, самый безопасный. Это как можно в меньший раз пересекать проезжую часть дороги, как можно дальше находиться от проезжей части. Конечно, необходимо напоминать взрослым в одном случае, чтобы они учили своих детей, как правильно переходить проезжую часть дороги. Но в то же время, чтобы и сами взрослые соблюдали правила дорожного движения, переходили проезжую часть там, где это положено. К счастью, в Артеме проблема детского травматизма на дороге не стоит остро. И такие акции, как шагающий автобус, помогают сохранять сложившееся положение дел. Александра Селиверстова, Денис Болтов и Светлана Нурик. Городские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова